В Кыргызстане это один из крупных заводов по производству кафельной плитки. В сутки здесь выпускают от 27 до 30 тысяч квадратных метров. В год получается около 10 миллионов. Производство непрерывное, работают в три смены, задействовано около 400 человек. Эляман на заводе работает уже четвертый год. Его задача следить за конвейером и готовую плитку фасовать по коробкам. Работа несложная, заработок стабильный. Я рад, что нашел работу здесь, на родине. Не пришлось уезжать в другую страну на заработки. Работа стабильная, зарплата хорошая. Здесь предоставляют жилье для тех, кто далеко живет, кормят четыре раза в день, все бесплатно. Завод начал работу в 2016 году посредством китайских инвесторов и является единственным по производству керамических плит в Кыргызстане. Продукция считается одной из лучших по всей Центральной Азии. Кафель идет на экспорт в Казахстан и Россию, а также покрывает внутренний рынок. Качество нашей продукции отвечает всем международным стандартам. Мы работаем с рынками Казахстана и России, а также отправляем в регионы Кыргызстана. Сейчас увеличили штатную численность. Все сотрудники местных жителей запустили вторую линию производства. В целях поддержки предпринимательства и развития экономики государством предоставляются льготы для производства, ориентированных на экспорт. По мере увеличения мощности производства увеличилось и потребление сырья. На основании государственного постановления о поддержке предпринимателей ввозимое оборудование и сырье полностью освобождаются от таможенной пошлины. От этого завод заработал 26 миллионов сомов, при этом став крупным налогоплательщиком. Они завозят 11 видов сырье. Это химикаты основные. Здесь же берут сырье Хадамджая, здесь же это в Жалобатской области, они берут Ташку-Муре, они перемешивают, делают качественные плитки разных размеров. Их экспортируют. Поэтому то, что они завозят из Китая вот эти химикаты, мы будем на основании таможенного союза 7.1.11 будем делать таможенную пошлину на ноль. До сегодняшнего дня мы, значит, беспошлино они завезли, значит, мы помогли на 26 миллионов сомов. И в дальнейшем тоже мы будем поддерживать. Напомним, согласно указу президента о развитии экономики и поддержке предпринимательства оказывается всесторонняя помощь и налоговые послабления для привлечения инвестиций, открытия новых логистических центров и не только. Все это способствует сокращению теневой экономики и улучшению бизнес-среды. Надежда Усова, Раскельты Кукульбеков, Аллато 24.